Дамы и господа, с вами Батрон Ливандовский, не Ливандовский, но скоро Ливандовский будет, правильно ведь? Все верно. Батрон, слушай, ты сегодня забил два мяча, расскажи свои ощущения. Я очень люблю забивать голы, первый гол с углового, там так отскочило хорошо, второй гол успел сыграть на опережение и забил. Слушай, скажи, пожалуйста, вы на днях стали чемпионами Северо-Запада, скажи, пожалуйста, на фоне всей интриги в UFL, это добавляет каких-либо красок? Ну, конечно, приятно становиться чемпионом, но мы хотим всегда и везде выигрывать. Скажи, пожалуйста, такой еще момент. Вот в UFL у вас три очка от Спартака и пять очков от Краснодара. Вот такой момент, что идет битва между Спартаком и Зенитом, учитывая именно многолетнюю историю в процессе губов, он добавляет к этой гонке особого шарма и вообще, так сказать, особого накала в каждых матчах? Ну, конечно, Спартак принципиальный соперник, но у нас впереди шесть команд и мы хотим все шесть матчей выиграть, не смотреть, кто это. Скажи, пожалуйста, у вас в концовке произошла такая вот какая-то стычка неприятная. Что там вообще было? Соперник не очень красиво себя повел, как я считаю. Еще такой момент. Вот на тебе в первом периоде, в первом тайме, на тебе тебя в штрафной сбили. Да. А судья этого не заметил. Все верно. Да. Как ты считаешь, все-таки это пенати? Конечно, бесспорно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!